Я на данный момент считаю, что вот эта вот схема, она бивалентная. То есть два источника тепла, она оптимальная для Украины. И здесь, с точки зрения инвестиций, первое устройство, оно дешевое, как оборудование. И оно рассчитывается на максимальную мощность, которая нужна. Здесь может быть газовый котел. Это может быть газовый котел на 24-30 кВт. Он рассчитывается на минус 22. Дальше следующее устройство, которое работает больше 50% в году, это тепловой насос. И он подбирается где-то до нуля. Украинское производство конкретно? Конкретно это я бы назвал гибрид. Внутренний блок, он состоит из довольно-таки дорогих комплектующих, но собирается это все в Украине. Теплообменник СВЭП, это Швеция. Насос ВИЛА, это Германия. Ну и опять же, все остальные комплектующие, они европейские. Украинская сборка и как называется этот? Хитгард называется, это наша торговая марка, производитель компании ИВИК, это инженерная компания. Мы давно работаем с Митсубиши Хэви, там вот наружный блок можно увидеть. Я считаю, что это лучшее соотношение цены и качества на рынке Украины. Мы работаем с многими брендами, но Митсубиши, она как бы, это надежный продукт и относительно не самый дорогой, что есть. Комплектация вот этой сборочки, этой обвязки, это мы имеем на 200 литров. Особенность, это 120 литров. Поскольку мы не имели на рынке такого вот стройного решения, а зачастую бывает, что клиент стеснен в условиях своей топочной, и ему нужно было такое малогабаритное решение. Мы сделали по спецзаказу, одна из украинских компаний производит для нас этот бак-аккумулятор, но он по большому счету является гидравлической развязкой, гидрострелкой. Здесь нету теплообменника, вода входит, один поток циркулирует так, другой идет вот так. То есть обмен идет не через теплообменник непосредственно, массово. Используются традиционные насосы вилла, я вижу, самого последнего поколения, которые сами регулируются. Но мы стараемся опять же. Насосы, это внутренняя часть, она может подбираться под клиента. Мы можем вот эту часть собрать под его потребности, его возможности. Сколько, какая цена конкретно данной связки, то, что мы видим сейчас глазами? Я думаю, что это где-то порядка 4 тысяч долларов с учетом всех комплектующих. Какая гарантия? Человек это все купил, ему поставили. Три года гарантии и, в общем, я уверен в этой гарантии, что не будет проблем. Но, тем не менее, мы три поддерживаем и ресурс оборудования довольно-таки длительный. А сколько, кстати, реальный ресурс работы? 10 лет, 20 лет? Я не буду как-то так бесконечно долго это все. Это очень много факторов. Эксплуатация может быть разная. Кто-то может на холод использовать, кто-то тепло. Кто-то может холод, тепло и ГВС. То есть он круглогодично будет использоваться, круглосуточно. Но, как правило, сколько это оборудование работает? Это оборудование может работать лет 15, это спокойно. Опять же, в отношении ресурса оборудования японцы очень осторожны. Поэтому они говорят, чтобы было там 15. То, что у нас эти системы работают уже лет 10, это... Но, опять же, с японцами мы работаем 22 зоны. Но все равно очень хороший срок, 15 лет, это очень хороший срок. Потому что за это время оборудование, как всегда, морально устаревает и уже можно ставить что-то новое. Спасибо огромное.